С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. Соблюдение жилищных прав граждан. Эта тема стала первой, которую обсудили в ходе первого открытого форума прокуратуры. Он прошел в Наринмаре. Открытый форум призван стать качественно новым механизмом для укрепления правозащитной функции прокуратуры как приоритетной и повышения ее эффективности. В обсуждении актуальной темы приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных советов и общественной палаты Нинецкого округа, а также депутатского корпуса. Соблюдение жилищных прав граждан. Эта тема легла в основу первого открытого форума прокуратуры. Говорить о ее актуальности не приходится. Каждый из нас ежедневно сталкивается с проблемами жилищно-коммунального характера. Нарушение законодательства допускается во всех сферах жилищного правоотношения, начиная от постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, представление жилых помещений, строительство жилья и заканчивая ненадлежащим исполнением своих обязанностей управляющими организациями, должностными лицами и контролирующих органов. Всего в рассматриваемой сфере правоотношений прокуратуры за полтора прошедших года выявлено практически 400 нарушений законов. Кроме того, в сфере ЖКХ прокуратура округа выявляет факты противоправного распоряжения финансами, нарушения порядка ценообразования на коммунальные услуги. В настоящее время прокуратурой региона ведется активная работа с органами государственной и муниципальной власти региона по взысканию задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В результате проведенной работы за обозначенный мной период выявлено в данной сфере 300 нарушений закона, внесено 31 представление об их устранении, судами удовлетворено 56 исковых заявлений, были предостережены 68 должностных лиц, и по материалам проверок было возбуждено 3 уголовных дела. Сломить ситуацию намерен и Минстрой России. В настоящее время ведется работа по переходу на заключение договоров между потребителями и ресурсниками, минуя управляющие компании. Это предложение поддерживают и в Ненецком округе. Как предложение, основные мероприятия, которые мы предлагаем со стороны, в которых направление надвижности, это первое в части сокращения задолженности и работа с управляющими компаниями, это необходимо, наверное, вводить в систему расширения платежей, которую сейчас активно мы реализуем на базе Ненецком округа компании. Двигаться в работе с управляющими компаниями необходимо еще в одном направлении. Речь идет о содержании общего имущества собственников в многоквартирных домах. Анализ поступающих прокуратур в округа жалов граждан показал, что более 50% от них связано именно с ненадлежащей работой управляющих организаций. При этом лицензирование их деятельности значимых результатов не принесло. Более того, процедура лицензирования не только привела к сокращению количества управляющих организаций, стабилизации данного сегмента предпринимательской деятельности, но в конечном итоге снизила по качеству оказываемых им услуг. Здесь, отметил Андрей Панов, необходимо установить контроль за деятельностью управляющих организаций и инициировать внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство. Усилить работу, по мнению прокуратуры округа, нужно и органам жилищного контроля. Им необходимо своевременно и качественно подходить к рассмотрению заявлений граждан и устранению выявленных нарушений. Сейчас приведу показательный пример, который есть и сейчас жалобы рассматриваются в прокуратуре округа. Надействуя администрация городского округа города Нарьенмар, которая, несмотря на имеющееся решение суда о признании договора социального найма, не только не переселяет гражданина из расселенного в 2000 году дома, но и потребовала сейчас от него покинуть, занимая у нас жилплощадь. Вот данные действия чиновников, наверное, не выдерживают никакой критики в данном случае. В окончании проверки прокуратура округа будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, а нерадивые чиновники будут привлечены к самой строжайшей дисциплинарной ответственности. Вопрос переселения граждан из жилья, признанного непригодным для проживания, один из самых острых. Сейчас в Ненецком округе 117 домов, признаны аварийными и подлежащими сносу. 40 из них находятся в Заполярном районе. Несмотря на то, что дома аварийные, люди в них продолжают жить. Решение данной проблемы в активизации строительной деятельности. В этом году в округе планируется ввести в эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров жилья. Это шестисекционный жилой дом. Это дом Макарабаева, домоневренный фонд. К окончании строительства, надеемся, в декабре месяце будет введен дом по поселку Искатели. Там одна домная квартира. В Шойно один дом вводится в сентябре месяце. Поэтому программа работает. Между тем, нерешенной остается проблема по сносу расселённых домов. Они представляют особую угрозу. Только в сентябре в расселённых домах произошло три пожара. Всего в этом году зарегистрировано возгорание в семи ветхих строениях. По данным фактам прокуратуры округа, в 2016 году в суд Наринмара направлено четыре исковых заявления об обязании управления городского хозяйства снести расселённые дома. Одно из заявлений уже рассмотрено, а дом в результате снесён. Все поступившие предложения в ходе первого открытого форума прокуратуры будут использованы в дальнейшей работе ведомства совместно с общественными институтами.